Находки полицейские обходят все магазины и рынки, ищут рыбу, которую продают без документов. Масштабная проверка началась после того, как один из жителей выложил в интернет шокирующие кадры. Предприимчивые рыбаки ведут промысел у места слива с точных вод. В ситуации разбирался Макаро Денчик. Сазаны и караси буквально кишат под ногами. Тут не нужно терпеливо ждать поклёвок. Рыбу таскают с очками. Это любительское видео на днях снял житель города Находка. На озере Соленом, в одном из микрорайонов. Каждый день ловят. Я здесь гуляю каждый день, и ловят каждый день. Вчера вот рыбу не видела, но рыбаков видела. Можно было бы позавидовать удаче рыболовов, если бы не один нюанс. Промысел идёт прямо у трубы с осточными водами. Когда мы приехали на место, трое рыбаков, увидев камеру, поспешно удалились. По следам на льду около полыньи хорошо видно, что тут добывали рыбу. Вот лунки и проруби. А это капли замёрзшей крови. Рыбаки кололи сазанов острогами. Сейчас уровень воды немного упал, и, вероятно, поэтому рыба отошла на глубину. То, что рыба живёт в загрязнённой воде, не смущает местных рыбаков. Евгений смог снять на телефон одного из них и выяснил, что улов не раз уже отправлялся на рынок. Я спросил, кому можно сдать с такой целью, что кому это осознано можно на прилавке. Говорит, купеческий не принимает, принимает, с южного женщина приезжает. Я, говорит, звоню, а она приезжает. Евгений выложил свой ролик в социальные сети, чтобы предупредить горожан. Теперь рыба на прилавках магазинов может быть опасной. Теперь находкинские полицейские обходят торговые павильоны с проверкой, ищут речную рыбу без сертификатов качества. Сами продавцы признаются, что к ним на днях неоднократно обращались некие люди и предлагали сазанов на реализацию. Я даже не посмотрела, просто отказала и всё. Вода, которая течёт из труб в озеро Солёное, это сброс ливневой системы прилегающего микрорайона. Вся грязь с дорог, в том числе и нефтепродукты, попадают в озеро. Ливневые стоки, которые с дорог стекают, с улиц, то там всегда присутствует бензопирен. Вместе с фитопланктоном, зопланктоном, которым уже эта рыба питается, к ней попадает бензопирен. А бензопирен – это канцероген мощнейший. Визуально, судя по кадрам, во время такой рыбалки были выловлены сотни рыбин. И какая часть улова попала в торговые сети, сейчас точно не скажет никто. Макар Уденчик и Сергей Торопов. Первый канал. Находка. Субтитры создавал DimaTorzok